привет друзья вы смотрите канал анапчане с вами максим грушко сегодня в анапе 8 декабря 2020 года 4 часа дня уже приглашаю сегодня прогуляться по самому центру города-курорта анапа и выйти в итоге на центральный пляж полюбоваться морским простором полюбоваться великолепием южной зимы пойдемте выходим на центральную площадь анапы здание администрации муниципальное образование город-курорт анапа у нас улица крымская и там у нас причине улицы крымской с улицы краснодарской ну что сказать в Анапе холодрыга предыдущие несколько дней было достаточно ветрено и плюс ко всему ночью была минусовая температура воздуха как говорится южная зима в Анапе в разгаре как видите по количеству людей погода не особо прогулочная сегодня по мнению южан да и одежда как видите весьма весьма теплая то что мы смотрели как наряжали елочки прямо возле здания администрации гирлянды одевали уже елочки в гирляндах еще не все успели сделать неделя прошла между прочим очень хороший вариант когда елку не нужно пилить не нужно куда-то тащить просто вышел подключил гирлянду елочные игрушки вообще отличный вариант деревья из-за этого не страдают и с ними все в порядке центральный фонтан на консервации я за него в этом году немного переживал когда его еще не консервировали температура воздуха уже приближалась к нулю по ночам ну вроде бы все в порядке но и смотрите температура воздуха всего около плюс 3 градусов 3 градуса у нас это холодрыга я знаю что во многих городах где вы живете 3 градуса это считается очень очень тепло очень комфортная погода но у нас в анапе когда ветер на при такой температуре воздуха и относительно влажность воздуха повышенная но что естественно когда находишься непосредственно рядом с морем плюс 3 они по ощущениям трансформируется ну где-то в минус 3 центральная аллея центрального парка развлечений аттракционов в анапе выглядит весьма и весьма просторно но это не только из-за того что сейчас почти никто не ходит по этой аллее но еще потому что осенью были демонтированы торговые ряды вдоль аллеи и поэтому визуально такой конкретный простор теперь и вы знаете вот по сравнению с тем что было белая шляпа на месте с тем что было вы знаете мне вот этот вариант нравится гораздо больше то есть мне нравится когда простор когда идешь по вот этому парку ну да это парк ручей аттракционов но идешь же по направлению к морю и уже начиная с парка не доходя до моря начинаешь ощущать вот особый простор какие-то звуки весьма и доносится я бы за то чтобы таких звуков не было конечно кольцо бы зрение не работает а вот там вот смотрю продолжается демонтаж я смотрю взялись конкретно за реконструкцию и благоустройство территории демонтаж продолжается какое-то здание разрушают ну насколько мне известно насколько я знаю то что говорили люди которые проводили демонтаж торговых рядов здесь сказали что в следующем году здесь вдоль кстральной аллеи будут новые детские аттракционы но там и детские и семейные в том числе но думаю что что-то типа вот этого будет получается в парк развлечения аттракционов будет реально больше развлечений и аттракционов ну и кого интересует если в анапе пальмы смотрите мы как раз такими пальм сейчас проходим не замечаете пальмы они есть пишите в комментариях если кто заметил здесь тоже реконструкция так идешь и думаешь вот это прямо таки вообще планы на следующий сезон тоже демонтаж здесь продолжается строительный мусор вывозят и неужели наконец-таки нет вот этой навязчивой аудиорекламы которая что там сколько десятилетиями буквально доставала круглогодично людей слух людей кто хотел пройти здесь от центральный пляж через проход центрального парка ну что а есть на центральном пляже анапский птичник с этой стороны конкретная реконструкция чем конкретно такой капитальный ремонт там лебеди лебедей все больше и больше но так и сейчас уже четыре часа дня лебеди плавают уже на расстоянии она там там собака подошла с кем-то поэтому лебеди сразу отплывают от собак то есть к вечеру лебеди уже как правило наедаются тем хлебом наедаются которые приносят им люди в течение всего дня и уже к вечеру как правило не хотят есть и собирается уже на отлет обратно в сторону плавней хорошо когда на странном пляже нет тины ну по крайней мере нет тины в большом количестве очень приятно гулять вдоль кромки воды и хотелось бы конечно чтобы из во все остальные следующие разы тину тоже бы убирали своевременно потому что без тины гораздо гораздо лучше чем с тиной даже несмотря на то что не нужно купаться массовом количестве людям заходить в море все равно так вдоль кромки воды все равно прикольно прогуляться со температура воды в море порядка девяти десяти градусов тепла всего водичка прохладная но и понятное дело почему потому что предыдущие несколько дней ночи температура воздуха была даже минусовая поэтому вода на мелководье значительно охладилась но нужно иметь ввиду что что сейчас там чуть чуть подальше от берега водичка может может быть даже потеплее чем возле берега что возле берега охлаждается при низкой температуре воздуха охлаждается водичка в море быстрее чем на глубине вот здесь был спасательный пост стилизованный под кораблик смотрю что-то его отсюда двинули может на ремонт увезли сегодня ветер холодный восточный и я сейчас уже капюшон накинул на шапку потому что шапка у меня такая легкая не утепленная и теплее шапки у меня нет в арсенале поэтому дополнительное утепление я произвожу исключительно за счет капюшонов курток которые у меня имеются сегодня я надел пуховик по крайней мере по мнению южан пуховик прогноз погоды на ближайшие 10 дней обещают нам что завтрашнего дня в анапе будет потепление до плюс 12 градусов вы можете сказать что это вообще шикарно в декабре такая температура воздуха ну и ближайшие 10 дней будет переменная облачность с прояснениями возможны дожди но плюс 10-12 градусов потепление придет оно именно дней на пять и потом к середине декабря у анапе снова будет по прогнозу порядка трех четырех пяти шести градусов тепла днем вот чайки еще готовы продолжать принимать угощение в виде хлеба у людей так вот можно даже фотаться на фоне роя чаек здорово да рой чаек есть рой пчел и это рой чаек почему бы нет солнышко уже около закатную позицию направляется красота в общем если хотите гулять при плюс 3 градусах вдоль кромки воды в анапе то вам нужно позволиться о том чтобы одежда у вас была соответствующая соответствующая теплая потому что сюда выходишь к берегу моря и ветер проницательно холодрыжный иначе это не назовешь пытается пытается выдать все тепло ну вот друзья посмотрели с вами какая погода сегодня в анапе 8 декабря 2020 года как видите я конечно одет как полярник некоторые могут так посчитать но уверяю вас ни разу не жарко в таком одеянии это одеяние не для куража не для хайпа а именно для того чтобы можно было комфортно гулять именно вдоль кромки воды но если все таки кто-то скажет почему вот так вот одевайтесь при плюс 3 мы там где-то в своих городах так только плюс 15 одеваемся можете посмотреть как одеваются другие люди которые проходят мимо меня ну собственно примерно так же как и я так что ребята кто ни разу не был например в декабре месяца вот так вот не гулял вдоль кромки моря вдоль кромки морской воды при плюс 3 градусах на закате я думаю вы не совсем понимаете насколько зябко может быть при плюс 3 градусах при относительной повышенной власти воздуха возле моря ну что друзья ставьте лайки этому видео пишите ваши комментарии делитесь этим видео в социальных сетях с вашими коллегами родственниками знакомыми близкими и родными пусть как можно больше людей знает что происходит в Анапе подписывайтесь на наш канал кто не подписался желаю вам успехов во всяких ваших добрых делах желаю вам придерживаться стараться здорового образа жизни с вами был Максим Грушко до новых встреч из Анапы покедова вот вот я за Субтитры создавал DimaTorzok